Здорово под пивасы, здорово Леха. Здравствуйте. У нас сегодня обзор на какую-то крафтовую пивоварню, у нас пока таких было вроде только два, это Magic Mass был и Plug, но Plug я обозревал без тебя тогда. И я думал, что бы обозреть, и я решил Saldens, потому что пивоварня относительно сейчас доступная, в плане в каких-то магазинах появляется, в Питере есть Винлаби, но мы брали не в Винлаби, я брал в магазине, это вообще разливуха, пивной стандарт на площади Мужества, и у них есть два холодоса с крафтом, и я там взял это. У нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пивасов, было одиннадцать, и мы бы могли сказать, что ну мы просто решили, что одиннадцать это слишком много, на самом деле одно пиво это было Old School Double Ip, мы с Лехой вместе выпили, она была так себе, очень сладкая, прям невозможно. Вторая это Ip с черным перцем, я ее выпил один, и отзыв по ней простой, слишком для любителей черного перца, и вот он с перебором, но вкусненько. Кстати, Салденс довольно популярный, я очень часто вижу, что покупают люди, даже в том же вот магазине, где мы брали. Ну да, ну потому что ценник приятный. При мне очень много его покупали. Ну у них приятный ценник, Трек Салденс это пивоварня, которая уже с большим, так сказать, бэкграундом, потому что, а тут год не написано, но это одна из старых крафтовых российских пивоварен, если можно говорить про старые, учитывая там пивоварня, ну, в районе 10 лет, чуть больше. Ну ладно, что у нас сегодня, ценники, честно, не скажу. 11 пивасов стоили в районе 3 косарей, в среднем стоимость пива здесь 250 рублей, кроме Вайлда и имперского стаута. Смузи, манго, банан, колдабл ипо, на нее у меня был шорт, но вот Леха попробует, он еще ни одну колд ипо не пил пока. Американ липо Sex Hops, она вроде продается в Винлабе. Belgian IPA решил взять, типа, прикольно, почему бы не попробовать, Belgian IPA я только Palm пил. Томатка Extra Hot Edition, Indian? Не знаю, что означает Indian Edition, я просто видел Extra Hot обычный. Extra Hot Indian Edition. Ну, типа, там еще какие-то, видимо, индийские специи, типа, карри, вот, написано, индийские специи. Я пил просто Extra Hot, такую я не пил еще. Дальше, томатка Russian Edition, ее я, по-моему, пил, но не помню вкус, честно. Стаут Ромовая Баба. Я знаю, ну, знаменитый Салденцовский Стаут, это пряник Стаут, его там, наверное, версии 10, если не больше есть. На других не видел. Wild. Я, кстати, Wild от Салденца достаточно уважал, потому что они недорогие и вкусные часто были. Это Крэнбери, это клюква, по-моему, у нас. Wild с клюквой. Стоил, кстати, тоже он около 300 рублей. И имперский Стаут, выдержанный в бочке номер 19. Бочка из-под Бурбона, алкоголь 11, плотность 29. Ну, ладно, начнем мы, наверное, смутина потом оставим. Будем сначала начнем охмелёночки пить, и давай колды по-попозже. Давай Американ Иппо Секс Хоп. У нас Амарила, Коламбус, Симка, Цитра, Мозаик, Центеннил. 7 алкоголя, 16,5 плотность, 60 горечи. Мне кажется, что... Как же Салден, кстати, удобно пишет. Все спереди. Все спереди. Ну, знаешь, это вроде как и плюс, но мне немножко Салденс хочется добавить дизайна, потому что трудно отслеживать новинки, потому что они немножко сливаются. Когда много Салденса стоит, то сливаются, но Салденс выделяется на фоне крафтовой полки всегда очень сильно. Мне этикетка Салденса нравится своим удобством информативности. То, что я в каждом пиве Салденс знаю, я вижу стиль, я вижу там плотность алкоголя и так далее, и это удобно. Какие хмеля, если разбираешься. Ну да, ну мне кажется, 6 хмеля это слишком много. И дизайн Салденса спизжен вообще на самом деле, с демолиной вроде еще кого-то. Кстати, смотри, я наливал себе первым, у меня чуть-чуть более прозрачное пиво, чем у тебя. Но оно очень светлое, красивое, чуть-чуть мутненькое у меня, у Лёхи прям мутное. Пахнет хмелем. Чуть цитруса, чуть-чуть фруктов тропических. Я, честно говоря, запах плохо чувствую. Ароматика не очень яркая в целом у пива. Как бы хмелей 6, но чувствуется они, не сказать, что ярко. Сделано в конце августа пиву. Я чувствую только легкий хмелевой. Ну, у меня еще этот. Хмель фруктами так-то пахнет, это нормально. Неплохо. Она не супер сладкая, сладость такая есть, но умеренная. Горечь яркая. Вкус хмеля слабенький как-то, не знаю. Причем на глотке, там цитра есть или нет, я не увидел. Цитра, кстати, нет, есть цитра. Как-то 6 хмелей, а на вкус, ну, горчинка есть, да. А на вкус как-то скучноватый. Немножко у тебя нет вкуса кошачьего ссак от цитры, который идет. Меня вот немножко кошачьими ссаками отдает, но не сильно. Ну, пиво, оно неплохое. Ну, как по мне, такая стандартная оценка для Салденса, это, ну, нормально. Ну да, нормально. Вал не вызывает, как бы, ты не расстроишься часто. Хотя нет, олдскул добылы, скорее, грустные. Оценка, оно интереса у меня не вызывает. Второй раз купить я не куплю. Я это пиво, кстати, пил уже. Если ничего вообще не будет, или типа... Типа на безрыбье Салденс рыба? Да, на безрыбье Салденс рыба. Вот, как хорошая. Я ее рекомендую другим людям, как типа, вот если не знаешь, что купить, бери Салденс, не ошибешься. Ну да. Чаще всего. Ну, плюс он, если это в Винлабе есть, если кто-то хочет какую-то и попробовать такую американскую, в американском стиле, то нормально. Вау, нет здесь. Скудноватая ароматика, как бы, да, пахнет вроде цитрусами, еще чем-то. Ну, не знаю, взять какую-то хорошую ипу от другого производителя, ну, может, даже и отслабиться, то будет лучше. Шесть хмелей, как-то громко сказано. Да, шесть хмелей, а возможно, какие-то из хмелей друг друга подубили, или просто отдельно они не выделяются чем-то. Не знаю, почему сделано такое сочетание. Причем, кстати, не все эти хмеля, они вроде бы американские. Я вот не помню, значит, типа, амарила, это не новозеландский или хмель. Тут, ладно, тут можете мне предъявлять. Реально, я постоянно путаю. Это как, у меня был какой-то шорт, там был как раз Вик Сикрет, по-моему, в Сэшен Иппе из КБ, которая с обезьянкой, а там Вик Сикрет, это, по-моему, австралийский, что ли, хмель. О, оценка, не знаю, шесть с половиной. Вот семерку мне жалко за это пиво поставить, потому что... Ты что поставишь? Я бы поставил семь, наверное, мне не жалко. Да мне тоже не жалко, ну просто она вау не вызывает. Ну нет эффекта вау, но просто, типа, посидеть, попить вполне нормально. Единственное, реально... Словим, что если по ценам, типа, покупать ее какой-нибудь за 200, там, 50 рублей вообще, типа, на 270, это неплохо. Я хочу глянуть, сколько она в Винлабе стоит. Так, мы, короче, посмотрели, тут эта ипаха продается в Винлабе, и она там стоит 240 рублей. За эти деньги, почему бы и нет? Вкусненько, нормально. Вау не вызовет. Это, знаешь, как одна из первых ИП, когда вы уже привыкли к горечи, и хотите чего-то чуть более интересного, там, в отличие от Волковской ИПа. Хотя кто-то скажет, ну зачем мне, то я Волковскую куплю за 7, стоит 240, для меня дорого. Ну, они разные совсем. Попробовать что-то новое. Угу. Тем более, это... Я этой ипахи много не выпью, для меня одна банка, наверное, и хватит. Да. Блин, ты допил, я тоже тогда допью, что ли? Нормально, я 6,5 ставлю, больше не могу, не настолько это интересно. Следующая у нас ипаха. Бельгия на ИП, я вот не знаю, что за слово undine, что это означает, хмель, цитра, каскад. А, закрой лицо. Надеюсь, фокусилось, короче. Я говорю, я Бельгия на ИП пил только палм, но палм это такой, он прям очень легкий, IPA им это сложно назвать, а тут прям опять, крепко, алкоголь 7,5. Вот, блин, немножко, знаешь, такая тема тоже. Да давай в эти же нальем бокалу. Ну, я не хочу, чтобы одна ипа другой. Ну, ладно. Короче, у салтенца, вот я смотрю, у них тут все крепкие. Та 7,5, эта 7,5, колб ипа будет 8,5. Я иногда хочу ипаху, типа, ну, градусов 6, чтобы не очень крепкая была, чтобы, ну, я мог там пару банок спокойно всадить, а 7,5 много не всадишь-то, как охоту глушить практически. Ну, ладно, о, добрых мель, кстати. Ну, вот это вкусная, вкусная охота. Да. Ну, кстати, вот цвет такой более карамельный уже. Чуть поменьше наливать. Да. Цвет более карамельный, как и у палма, кстати. Ну, бельгийские IPA отличаются у них, я так понял, и засыпь более в карамель уходят, ну, и дрожжи у них отличаются. А цвет слегка мутненькая, такая карамельненькая. Ой, она прям специями пахнет. А не хмелем. Каким-то кармадоном, кардамоном. Чувствуешь? Нет, к сожалению. Ладно, короче. Очень пряная ароматика такая, я не знаю, добавлялись туда специи или нет, или это чисто за счет дрожжей. В составе-то, усолднется, по-моему, везде вода, солод, хмель, дрожжи. Ну-ка. Нет, кстати, в смузи написали. У меня просто хмелевой запах. Ну, я сегодня не этот, не, как это называется? Не по аромату, короче. Да. Не парфюмер, не нюхач. У меня насморк, поэтому, к сожалению... Ладно, давай чухаться не будем. Очень на любителя штука. И я не любитель. Она очень пряная, прям для меня с избытком. Очень плотное тело такое у нее. И прям рот обволакивает специи, которые мне не нравятся. У меня специи вообще... Смесь черного перца с каким-то реально... Кардамоном. Чего-то я кардамон хочу сказать, не знаю. Короче, не те специи, которые я люблю. Пиво плохим я это не назову, оно в стиле. А тут нет специй в составе. Да это и за счет дрожжей, скорее всего, ощущение специй. Я? Типа фишка, блин, ну какой-нибудь квадрюпель берешь, там что же специй нет. Там у шоколада нет. Ну, можно тут давать каким-то перечными нотами или еще чем-то. Очень пряно. Я прям такую пряность не чувствую, как ты чувствуешь. Ты говорил, у тебя нос заложен. Ну, я не по запаху, я имею в виду по вкусу. Во вкус тоже есть. Ну, короче, оно неплохое, но это вообще не мое пиво. Я как понимаю, оно нормальное, но вкус очень специфичный. Возможно, если бы опять оно... Оно 7,5, оно очень крепкое. Если бы было оно там вот как палм. Палм легкий достаточно. И он тоже, он такой слегка пряный, интересный и более питкий. А этого, я не знаю, я полбанки даже не выпью. Не для меня прям пиво. Не знаю, мне нормально. Нормально? Мне не понравилось. Я не хочу допивать. Мне не заходит. Оно неплохое, это пиво. Но я опять говорю, надо быть любителем такого стиля. Это как... Я не сильно фанат имперских стаутов. Как бы... Я люблю вкусные имперские стауты, но я их очень редко пью. Ладно, давай у нас заключительная эпоха сегодня. Это у нас Cold WEPA. Не знаю, есть ли у Салденца. У Салденца вроде есть какая-то обычная Cold WEPA. Там вроде один хмель. Тут классика цитромозаик. 8,5 горечи, 100 ABU пишут. Что за Cold WEPA? И 8,5 алкоголя они горечи. Ой, да, 8,5 алкоголя, 100 горечи. Cold WEPA, эта тема пошла от американских домашников изначально. И суть Cold WEPA, то что они хотели сделать пиво, в котором будет ярко раскрываться хмель. И не вот как делать в Нинглде, когда он мутный такой, а как можно сильно облегчить тело, чтобы оно было вообще легкое. И благодаря этому раскрылся больше хмель. Поэтому туда вообще в засыпь часто рис кукурузы еще добавляют. Оно сухо сброшено должно быть. И там еще по идее как-то специально вроде должны по идее подбираться дрожжи и хмель, чтобы как там биотрансформация хмеля была, там за счет телов и так далее больше фруктовых ароматик было. Что значит сухо сброшено? Ну не сладкое было, чтобы... Ну на цвет оно насыщенно желтое. Оно близко к прозрачному, у меня совсем немножко частичек плавает. Как будто застоявшийся, сам знаешь что. Ой, я до этого пил был лучше, а сейчас очень сладко пахнет. Пена такая плотная прям. У меня запаха почти нет. Очень сладкая ароматика. Надо было бокалы другие брать под нее, это надо было под смузи оставлять. Ну какие рядом были, я тебе взял. Не знаю, пахнет... Я до этого пил было норм, но сейчас пахнет очень сладко. Причем я ее брал в том же месте. Мне даже она посветлее вроде была в прошлый раз. У меня просто пахнет, как будто она окислась. Она пахнет вот... Она сейчас пахнет очень сильно леденцово у меня. Не повезло у тебя. С жженым с сахаром немножко. Вот мне проще. Чего, блядь, с ней не так? Она очень сладкая. Это раз. Не знаю. Это горечь перемешанная со сладостью. Да еще тут какая-то есть неприятная нота, как будто... Чего-то... Симоза какой-то глотнул. Я до этого пил, было очень вкусно, мне она понравилась. Сейчас я пью это прям кал. Да, блядь, я второй раз обливаюсь уже, сижу. Какая-то... Хуй знает. Не знаю. Это невкусно. Странно очень. Она, ну, во-первых, она очень сладкая. Это вообще не колдипа ни разу. Во-вторых, тут вкуса хмеля вообще нет. Эта фишка тут во вкусе хмеля. Не настолько в горечи в колдипе, она не должна быть люто горькой. Тут какая-то вяжущая горечь, ну, как будто за этой горечью прячется какой-то отвратительный вкус. Да, да, мне тоже, я не знаю, как будто на лакрицу, что ли, похоже. Мне вообще не нравится. Отвратительно. Я ее пил буквально две недели назад. В том же магазе брал. Это стопудово та же партия. И это второе пил, которое я не хочу допивать. А до этого я хвалил Салденс. Оценку не поставили. А я не знаю, какую ему ставить, что это не мое. Для меня, ну, пять поставлю. Оно неплохое, но не мое. Ну, я поставлю шесть. Фу, нет, я это не буду допивать, это отвратительно. Какая-то типа гадость. Я не знаю, а что такое, Салденс, я пил эту ипу. Буквально шорт вышел не так давно, ну, когда мы снимаем. Пил я ее в течение, ну, две недели назад где-то, а то и меньше. Ну, да, две недели я ее пил до того, как мы перерыв на две недели делали. Она была вкусная, а что? Фу, она реально, она какая-то окислившаяся. Может, она из-за этого еще и помутнела. Хотя она у меня тоже слегка мутная была. Может, она сладкая такой стала из-за этого. Фу, короче, отвратительно. Я сладость не чувствую, я чувствую, что она какая-то, как-то, не знаю. Мерзость. А что, фрукты или томат? Смузи или томатку? Я лучше бы томатки, потому что смузи... Как раз-таки остроту томатки можно milkshake-ом запить. А, ну, ладно. Хотя, блин, давай, наверное, еще... Russian Edition. Нет, давай экстра-ход вообще, наконец, вставим. Ну, да. В самом конце выпьем. Давай Russian Edition, да. Что у нас здесь? Brewed with... Короче, томат, соль, кориандр, bay leaf. Это... Как я ненавижу постоянно, когда пишут по-английски. Это лавровый лист. Чеснок и deal seeds. Это семена укропа. Ну, такие русские специи достаточно. В составе, конечно, указана только томатная паста и все. Ну, ладно. Салданс это все-таки то, с чего томатки популяризировались. А теперь многие томатки от Салданса не любят. Я нормально отношусь... Не люблю томатки от Салданса. Я люблю вкусовые. Обычную классическую не очень. Вот я последний раз брал обычную классическую томатку от Салданса и я даже не стал ее пить. Короче, визуально это вот... Это выглядит как... Как обычный... Ну, как обычный пиво, малили. Как карамельная гипа, не знаю. Как венский лагерь. А пахнет маринованными помидорами. Да, вот... Со специями. Сольчиком. Ну, да, рассолом из-под маринованных помидор. Типа, чувствуется и томат. Чувствуются вот эти вот, знаешь, зонтики укропа туда добавили. Немножко чесночка чувствуется. Пахнет очень круто. Сразу хочется помидорчик скушать. Сразу хочется водку этим запить. Вкусно. Немножко железисто, но послевкусие. В конце. Кисло. Кисло. Очень кисло. А что ты хотел? Это же гоза. Это же гез. Кислота перебивает томаты вообще. Не знаю, я чувствую. Но это вот как рассол именно. Потому что в рассоле не такие яркие томаты. Не знаю, мне нравится вкусно. Да, я может хочу чуть-чуть больше тут помидоров. Чуть-чуть на ажоревстости. Да, тут больше чувствуется рассол. Укропа. И специи. Укропа нет вообще во вкусе. Да, кстати, вот в аромате он яркий. Во вкусе не очень. Хотя. Это тут во вкусе только какая-то кислота. Ну да. И благо, что она не уксусная. Потому что уксусные томатки я не люблю. Вот тут такая более чистая какая-то она кислотность. Ну, как будто газеха, в которую плеснули чуть-чуть там типа... Специи. Специи. Кстати, если чуть больше припиться, то чувствуются вот эти вот зонтики укропа. А, лаврушка чуть-чуть чувствуется. Лаврушка, да. Лаврушка чувствуется. Чуть-чуть не хватает чеснока, может говоря. Хотя чеснок бывает, если его много. Он в киви как-то не очень хорошо смотрится. Потому что он как-то... Как по мне, не хватает вкуса помидор. Кстати, чувствуются нотки еще черного перца. Вот этого зернистого. Я не чувствую. Вот тут и нет вроде. Нет. Гориандр может быть. Может быть. Не знаю, мне вкусно, кстати. Ну, для меня не вау. Ну, для меня это такая семерочка. Редненькая. Ну, семерочка. Я вот сегодня до обзора выпил ковин в азиатском стиле. Мне говорили, что это том-ям будет а-ля. Но там по составу похоже на пасту том-ям. На немножко не хватало насыщенности специи. Она такая остренькая была. Повкуснее, чем эта. Но эта хорошо. Она жидкая напитка такая хорошая прям. Не знаю. Мне как-то не хватает вкуса. Это пиво первое, которое я выпил быстрее, чем ты. Хотя там два пива мы вообще не допили. Потому что они были невкусные. Ну, смотри. Во всех пивасах я больше выпил, чем ты. Ну, в тех, да. В этом я говорю первое. Поэтому сразу видно. Да я даже семь с половиной поставлю. Мне прям вкусно. Хорошая томатка. Я поставлю семь. Надо эти бокалы оставить потом под острую, чтобы не мыть. Мне кажется, острую можно сюда налить. Чувак, фруктам перейдем. А потом стауты. Да. Давай смузи у нас. Смузи. Кстати, вот. Не, подожди. Я хотел смузи после оструи. А. Или нет. Или херово, наверное, вкус будет чувствоваться. Да. Я думаю, острота все забьет. Давай только не эти бокалы, а типа что-нибудь другое оставим. Ничего нету. Блядь, давай грязные. Похуй, это смузи. Надо этот кусок вырезать. Короче, смузи. Я вот смузи от Салданс вообще редко замечаю. И ни разу не пил смузи от Салданса. И, кстати, Салданс. Помнишь, я тебе как-то говорил, что они этикетку поменяли? Вот старая. Она, видишь, глянцевая такая. А это бумажная матовая какая-то. Вот я привык к такой этикетке, как здесь у смузи. У меня без разницы. А тут какая-то, не знаю, бумажная она на ощупь не такая прикольная. Я вообще редко замечаю, что смузи, что кислые всякие сауры от Салданса. Чаще замечаю всякие 2000 версии IPA. Какие-то стауты. У Салданса неплохая, кстати, классика там всякие. Там пилстер чешский у Салданса неплохой. Я очень много IPA вижу в магазинах. Но именно вот так какого-то прям разнообразия, кроме IPA, очень редко. Ну, томатки еще есть и всякие стауты. Вайлды еще попадаются тоже иногда. Короче, это у нас смузи манго-банан, 5 алкоголя. Добавлено еще лактоза. Банановое пюре, а манго что? Манго энд банана-пуре. Мы это наливаем в грязные бокалы. Можете написать, что мы делаем неправильно. Потому что надо было бокалы мыть. Ну, что-то текстура это вообще не смузи. Я причем банку-то потрес. Давай еще чуть-чуть подолью. А, не, ну вот сейчас пошла пюре. Ну, я банку-то трес. Прям хорошо. Нормально. И пена красиво падает вниз, как будто как у Гиннесса. Опять же говорю. Ну, не, оно мутное, плотное. Очень много пены. Свет даже не пропускает, кстати. Ну, кстати, тут чувствуется ярко то, что тут есть лактоза. Прям сливочно-банановая ароматика. Напоминает немножко это, помнишь, торт от Мэдисон? Даже я чувствую со своим насморком. Банан. Ну, это сливочный вкус. Да, сливочный банан такой. Как знаешь, это типа молочный коктейль с бананом. Но вот манго нет вообще. Даже не молочный коктейль, а прям не знаю. Крем банановый. Да, вот какой-то сливочный крем. Очень сливочный. С бананом. Ароматика очень вкусная, но манго нет только вообще. Не, я манго чувствую. Вкусненько. Ну, оно, кстати, смузи, ну, достаточно, блядь, хуйню говорю. Короче, похоже, что это смузи. Текстура у него есть. Хотя, когда наливаешь, вообще не видно было. Ну, как-то. Оно просто очень гладкое за счет банана, видимо. Это жиденькое смузи такое. Для меня как-то не вау. Ну, оно вкусненькое, но обычное, типа. Манго, опять, я говорю, я манго здесь почти не чувствую. Чуть-чуть где-то на заднем фоне есть. Чувствуется банан. Легкая сливочность есть. Но взять тот же, кстати, пиво-торт от Мэдисона, оно было вкуснее. Я как раз-таки, наоборот, больше манго чувствую, чем банан. Банан для меня как-будто здесь как текстурный такой, но не вкусовой. Я манго чувствую, когда начинаю пить, оно как-то вот ароматикой мне входит. Но это неплохо. Это не вау, это обычный неплохой смузи. Ну, да. Ну, такой жиденький смузи. Нормальный, густой с аурой. Он не кислый, не сладкий такой, нейтральный. Ну, если он стоит до 300 рублей, то норм. Просто реально опять народ сырен, что нет чека. Кстати, видно, все-таки смузи, походу, Салвенс делает в достаточном количестве. Потому что, вот смотри, тут у Салвенс просто написано количество, ну, какой номер банки у вас. То есть, у нас 1189, 1818, ну, это номер банки. Это, кстати, пятая банка Бельгии у нас. 800, короче, 500, 2700. А вот это 4400. То есть, этого, значит, было больше... Сколько? Две тонны, получается. Потому что на два делим. Короче, этого сильно больше было. Ну, да, две тонны 200, как минимум. Значит, это больше двух тонн делали. А может, там, три-четыре. Ну, нормально. Не вау. Такое пиво можно купить, тянки на свидание. Да. Оно не кислое, не сладкое, нормально. Но лучше, конечно, покупать от Бэт Брюбери. Аниме девочек? Да. Потому что девочки любят аниме, по-твоему, любишь? Нет, потому что оно вкусное, сладкое и типа... Ну, можно еще кулинара взять тогда. Не, фу, кулинар, мне кажется, перехайпленная тема. Ну, это да, и оверпрайсно-то еще, я бы сказал. Не, ну, какой-нибудь панчо от... Я вот не фанат кулинара, но панчо от кулинара вкусный для меня. А остальные так, средненькие. Я в целом не фанат вот этой пастри темы. Да можно какую-нибудь кому еще взять. Мне кажется, вот Бэт Брюбери вообще норм. Ну, можно, в принципе, салты... Вот это. У Бэт Брюбери еще и сталты есть так. Ну, я не пробовал. Я тоже сталты от них не пил, но они есть. Они вот два вида пива делают по факту. Смузи и сталты. Все. Я не знаю, что по оценке. Ну, семь с половиной. Типа... Я поставлю семь. Ну, как-то не знаю. Да нормально, типа. Вал не вызвало опять. Пить можно, но... Я вспоминаю фразу в начале обзора, когда салтенс не вызовет у вас вауну и не вызовет плохих ощущений. Себе бы я такое не купил бы. Да, я бы что-нибудь поинтереснее взял. Но кому-то, кто особо там за крафт не шарит, возможно бы. Как первый смузи, да, типа? Ну да, как первый смузи. Ну, вчера мы с тобой, помнишь, пили кому с гиппопотамом. Оно поинтереснее было. И этот... О чем еще? От этих... Magic Mass это был берлинер. Но это был берлинер. Но он не очень был, кстати. Давай бокалы какие-нибудь. Мы сейчас будем пить стаут. У нас чистые есть? Нет. А, ну, те большие. Давай под стаут нормально. Так, ладно, едем дальше. Переходим к стаутам. Пока что... Вот давай сюда буду ставить хорошее пиво. То есть смузи хорошее пиво, томатка хорошее. Наверное, я с X-HOP выделю как хорошее пиво. Точно. Оно нормальное. Бельгиан Иппы, колд Иппа Кал, бельгиан на любителя очень. Я не помню, сколько и бельгиан. Я, по-моему, этим обоим по шестерке поставил. Ну вот колд Кал, бельгиан еще... А, нет, стоп, подожди. Бельгиан Иппы я как средний поставлю, потому что оно просто как на любителя по стилю. Ром Баба Сталтон. Блин, я вот так показываю, народ, но я, возможно, на монтаже просто буду зумы делать. Потому что, когда я так делаю, плохо с фокусом. Ром Баба Сталт, 6,5 алкоголя, добавлено лактозу, 20 начальной плотности. В состав больше ничего не добавляли. А вот интересно, ну, Ром Баба, за счет чего оно ромовое все-таки? Ну, Ром Баба это пирог. Ну, короче, выпечка с ромом такая. Пирог. Начал заикаться. Короче, ну, это выпечка все-таки с ромом. Со своей прикольной ароматикой. А за счет чего здесь это? За счет того, что лактозу добавлено? Не люблю. Вот опять, когда пишут, блин, нечестно состав так. Потому что стопудов что-то сюда, ну, добавлено. Черная жидкость. Немного наливай только. А, да, точно. Все-таки стаут, все, хватит. Запахло, кстати, когда я лил. Пахнет ромовой Бабой. Визуально чернющая, с такой коричневой уже прям пеной. Пахнет ромовой Бабой прям. Очень слойко с ромовой Бабой, кстати. И выпечкой пахнет прям, ну, вот бисквитом пахнет. Пахнет вот ромовой пропиткой. Сладко, ну, это нормально то, что это слезно. Но запах прям один в один, как ромовая Баба. Да, очень вкусно. И прям выпечка очень красиво чувствуется здесь. Она не вот как у кулинара постоянно. Ты пьешь, а это просто пахнет песочным тестом. Перенасыщенное. А тут вот бисквит именно запах. Кстати, в запахе не было жонки никакой. Ну, кстати, очень легкий по телу. Типа, ну, как-то пролетает и просто идет жонка дальше. Чуть-чуть шоколадно. Вкусно. Мне вот не хватает... Оно на вкус не такое сладкое, как на запах. И, кстати, во вкусе... Машторонки добавили. Во вкусе тоже есть, кстати... Мне во вкусе... Нет, у меня есть ромовая Баба. Нет, у меня во вкусе шоколад в основном. Нет, есть легкое, но это, мне кажется, за счет аромата просто идет. Возможно. А во вкусе в основном шоколад идет прям с кофе немножко. Шоколад и горечь вот тут. Ну, мне у него тела... Жоночка. Тебе не кажется, тела не хватает? Оно прям как-то... Хочется, чтобы оно было немножко более вязко-сладковатое, чтобы как раз таки... Ну, это же десерт все-таки. Нет, мне как раз таки не хочется. Мне вот именно у этого стал-то хочется, чтобы оно немножко было более густое, какое-то текстурно. Оно прям жидко пролетает, как, блядь, похмельная пробка. И потом вот уже как-то шоколадиком с кофе раскрывается. Нет, мне он нравится. Оно вкусное. Мне кажется, сюда аромки в бахмелье. Я поставлю ему 8. Я все же думаю, что сюда добавили ароматизатор. Потому что во вкусе оно не такое яркое, как на ароматику. Это уже вызывает вопросиков. Ну, аромка здесь вкусная. Я бы отнесся к этому пиву лучше, если тут есть ароматизатор, они бы его написали. Потому что ну очень уж ярко пахнет. А во вкусе оно вот далеко не такое яркое в плане рома и баба. Но стал вкусный. Он очень жидкий. Вот он прям пролетел, пока ничего нет. И у меня чуть жёночка. Шоколад, кофе. Ну, Ром немножко вот чувствует такая аромовая составляющая. Я удивлен, что он не сладкий. Он... Вот да. Мне понравилось тем, что он не сладкий. Не, мне, кстати, да. Мне тоже он этим понравился. Я просто ожидал чего-то сладкого. Не, я ожидал, но не хотел. Ну, я, возможно, тут хочу чуть более чего-то сладенького. Я очень не люблю сладкий стаут. Ни в каком их проявлении. Ну, я тоже. Мне больше нравится, когда оно... Не, ну, я люблю сладость, но умеренную, типа, такую. Она должна чуть быть для меня. Ну, это однозначно вкусное пиво. Вкусное. Оценка... Я не знаю. Я поставил 8 уже. Да, 8. Ну, я, наверное, тоже восьмерочку поставлю. Хорошее пиво. Можно доделать. Мне кажется, вот такое пиво можно сделать в двух версиях. Вот такое и сладкую версию сделать. Потому что, ну, кому-то нравятся сладкие. Вполне, да. Ну, только написать, типа, свит стаут, типа, сладкий стаут. Там, пестри написать на нем. Пастри. Тут просто написано, ромбаба стаут. Тут не написано, что он пастри, еще что-то. Но он вкусный. Это попадает в список хорошего пива сегодня. И он, кстати, на первом месте в списке хорошего пива. Да. Но я тут пока по местам не делил. Я пока просто поставил. Потом уже разделим. Ну, вкусно прям. Мне понравилось. Вот это то, что я сейчас не допил. Потому что, ну, я такой быстро не пью все-таки. Жонка. Ну, да. Я их больше потягиваю. Я, в принципе, не особо вот как-то перерос стауты в плане... Ну, я не перерос, а напился достаточного количества. А я просто в целом не фанат вот темных стилей пива таких. Ни темные лагеры я не люблю. Ни обычные стауты. Они вот такие... Имперцев я потом не сильно как раз люблю. Я вот вместо имперца я бы с радостью выпил бы бельгийский квадрюпель. Мне он больше нравится. Вспомни, как мы глушили Гумилёв. Да, ну это не прям глушили. В самом первом Крафт-эвенте. Блин, а он сейчас, знаешь, сколько Гумилёв стоит? Рублей 700 за 0.33. К сожалению, да, стауты я не особо люблю. Но это мне нравится. Это потому что не мой стиль. Я бы себе не купил, только потому что я не особо пью стауты. Да, но это вкусно, это зайдет. Я просто, знаешь, стаут не совсем пиво моего типа потребления, как это было. Мы фанаты пить пиво количеством. Поэтому я люблю вкусные лагеры, охмелёночки, которые не сильно крепкие. Чтобы их можно было... Кислячки такие, ну... Я вот не фанат сильно ярко-фруктовых, поэтому у меня один из любимых стилей пива это газеха чистая. Потому что она... Она... Не какая-то насыщенная. В ней достаточно интересный вкус. Кислотности, соли, кориандра. Мне этого хватает. Я люблю фруктовые. Я люблю и пахи. Нет, я люблю фруктовые, но я люблю фруктовые сауры жиденькие пить. Нет. Берлинеры те же самые. Мне смузяки нравятся больше. Ну, не знаю. Вот мне, например, когда у Маджек у нас есть вкусный берлинер, который 3,5 алкоголя, я такой, блин, вот это кайф прям для меня. А еще я люблю киви. Где мое это... Лучшее газе с киви от Плакбрю. Да. Жалко, что не было в последний раз. Да. Ну, киви опять мало кто делает. Поэтому как... Даже банально вспомнить, ну, понять, какое пиво я люблю по пиву, которое я постоянно хвалил. Когда Бруклин был, что это? Это достаточно легкий лагерь, который 10 плотности 4 алкоголя или 4,6 алкоголя, он был охмеленный. Бруклин? Да. Пилснер? Да. Это не пилснер? Ну, это лагерь же. Ну, пилснер, это же лагерь. Я не считаю Бруклин пилснер пилснером. Это лагерь охмеленный просто. Потому что пилснере должен быть другой хмель, и все-таки оно должно быть и по телу ярче, и по горечи ярче. А Бруклин был лагерь с легким охмелением. Хамовники чешской, легкое пиво с приятным охмелением, мандарин Бавария, вообще кайф. Храмовники пилснерская. Пилснерская тоже, там, легкое тело, но оно уже покрепче все-таки. Горечь там достаточно явная, но вкусно. Надо тебе как-нибудь будет найти, чтобы ты попробовал евер. Это вот оригинал, с которого... Это оригинал, а хамовники пилснерская, это пиво, которое хочет казаться евером. Это вот немецкий пилснер, он очень сухой, он горький, прям классный. Я его один раз пил, оно раньше в Магните большом продавалось, сейчас... Я это пиво видел только в Беру выходной, когда в Москве было, оно там стоило дорого, и мне было жалко денег. Ромовая баба. 8. 8. Переходим к следующему пиву. Нам надо помыть бокалы, народ. У нас будет склейка сейчас вот так. Так, короче, мы сполоснули бокалы. По Рому и Бабе, нестый минус заметим. Очень сильно она налипает прям на рецептор, и очень насыщенный вкус ее... Ее хочется закусить. Ну, это пиво, наверное, знаешь, на двоих его долго растягивать, эту баночку прям можно. Да, на очень долго. А, кстати, знаешь, плюс 8,5 градусов не чувствуется. Для кого-то это важно. Мне напоминает, по-моему, шоколадный Бакунин мы пили, который прям невозможно было пить. Прямо очень долго пили его. Это было еще очень много лет назад. Следующая. Салданс Вайлдель Крэнбери. Крэнбери вроде клюква. Ну, в составе тут не написано. Плодовое ягодное сырье. 6,5 вайлды. Вайлды от Салданс прикольные за свои бабки, потому что они недорогие. И я пил часто вкусные. Хотя, помню, как-то я брал что-то то ли на шорс, то ли еще на какой-то обзор. Что такое Вайлдель? Ну, дикий. То есть он будет... Да, блядь. Нормальную открывашку в эту комнату не завезли. Бутылку оставим потом. Но он дикий. Должен быть... Немного наливай только. А, да. Я что-то опять борщу. Все хочет. Кислый будет. С дикой ароматикой. Чувствуется, она такая... Ей не нравится. Да ладно, она... Как это? Терпкая очень прям такая. Ягода, правда, вообще непонятно, как они здесь. Прям отдушка спирта дает. Как будто одеколон нюхаешь. Не, я чувствую, что он терпкий очень. Что он... Просто каким-то фруктам дает, что это клюква или... Ну, вроде клюква в кренбери. Наверное, нужен переводчик. Да, клюква. Не знаю, как вайлд пахнет нормально. Мне прям спиртиком отдает. Не, ну есть какая-то спиртуозность, да, согласен. Давай чокнемся. Ой, какой он кислый. Влад, на вкус классно. На фландрица. На фландрица. На очень на фландрица. На фландрица похоже прям. Как будто дюшесный бургунь какой-то с более ярким фруктом. На вкус хороший. Пахнет, пахнет не так круто, но на вкус это прям охуенно. Это стоит 200, ну, меньше 300 рублей за 0,5. Хотя как, ну, Роденбах так-то 230 стоит за 0,33 тоже. Но на вкус это сильно лучше, чем на запах. На вкус вкусно. Угу. Ну, семерка. Мало так. Из-за запаха. Ну, ладно, 8. Я 8,5 поставлю. Я готов ради этого вкуса. Ну, очень вкусно. Да, очень вкусно. Он вот реально, он терпкий на вкус, приятно. Угу. Ну, вот клюкву, не сказать, что я понимаю, что это клюкву. Я чувствую просто ягодный какой-то вкус. Она классно кислотная. Тут классно яркая газация, как вот в любом фландрице. Это реально фландрица очень сильно напоминает. Мне вот запах не нравится. Ну, запах он очень терпкий. У Салденса почти все вайлды так пахнут. Не, мне ароматика, кстати, это нравится. Блин, ну какой же на вкус он крутой. Ароматика чем-то напоминает, будто что-то гиос какой-нибудь, типа, Бун Мариаш Парфайт смешали с Эрвенбахом Гранд Крю. Я даже 8,5, согласен, потому что она лучше, чем смузи. Да, очень вкусно. Причем за свои бабки. Честно говоря, я бы смузи оценочку понизил до 7,5. Да нет, это разные стили, я все-таки их по-разному оцениваю. Ну, смузи, ладно, я, кстати, согласен с смузи 7,5. Это самое вкусное на сегодня пиво. Вайлд с клюквой прям. Блин, ну он реально стоит, по-моему, 270 где-то. Блин, ну очень вкусный. Мне пока что это лучшее пиво за сегодня. Может, ему есть чуть подышать, он вот уйдет, это. Он очень терпко пахнет. Сколько там градусов? 6,5, по-моему. Ну, как в Эрвенбахе, как у него, по-моему, там 6,3, что ли. Блин, очень вкусно. Я, кстати, не ожидал, что он так порадует. Ну, он реально вот, оно и поджигает аж чуть. От своей уксусности, ну, как уксусность прям такая классная. Не очень классно. Я не ожидал, это... Во! Во! На прививку поставим. Во! Класс! Блин, не ожидал. Реально, очень похоже прям на фландрийца. Да, очень. Мне очень понравилось. Чуть-чуть более фруктовый просто. Можно заканчивать обзор, это лучшее пиво. Больше ничего лучше не будет. Ну, вот это... Я точно не буду допивать колн-ипу, точно не буду добивать бельгийский, бельгийскую ипу. Ну, очень хочу допить вот это. Ну, за это нам придется подраться. Ну, ну, да, будем, блядь, драться. Гачи-мучи-борьба будет. Очень вкусно, я не знаю, я бы... Была бы чуть лучше ароматика, я бы 9 спокойно поставил. Это все ароматика, девяточка, это точно вообще без каких-либо колебаний. Блин, я не знаю. Хотя мне, в принципе, эта ароматика нормальной кажется, но ее может кому-то не зайдет, но... Ну, видишь, очень терпкая она просто прям, она как будто вяжет. Я могу сказать с другой точки зрения, что, может быть, мне из-за насморка отдают только вот такие терпкие нотки спирта. А вот эти вот тонкие ароматы я сейчас не чувствую. Но она у меня прям спиртит на запах. У меня не спиртит, она у меня очень терпкая, но... У меня она норма, она просто ароматика какая-то странная, но вкус какой же шикарный, блядь. Блин, вкус шикарный. Вот если бы оно пахло коровником или навозом, вообще было бы педало. Да, было бы круто. Но, не знаю, пиво шикарное, 8,5 получается спокойно. 8,5 вообще без каких-либо колебаний. Денисовый ювелир. Ладно, погнали к следующему пиву. Это прям кайф. Имперский стаут у нас сейчас. Придется мне пока открывать этой... Вот эти большие. Берем под него. Блин, какое же оно вкусное было. Этикетка сзади отвратительная, вообще текст не читается. Оно как бы тут серебристым, по-черному. Но тут, видимо, что-то с принтером, который это печатает, было не в порядке. Вон, видишь, они вообще смазаны все буквы. Господи. Это невозможно читать. Я хочу сводкать, просто показать потом. Надеюсь, я вставлю. Дай сводкаю. Потом посмотришь. Короче, читать это просто невозможно. Но это мы еще по-чуть нальем. Имперский стаут 11 алкоголя. И, кстати, у него тут бочка нарисована. Видишь? Тут нет. Просто саланс написан. Это в бочке выдержано, и тут бочка. Уникальная крышка. Она не только черная. Она настолько черная, что она хочет украсть этот телевизор. Вот это вообще по капелюхе. Да. Так, мы долго открывали. Кстати, смотри, оно налито прям под горлышко аж. У меня там капелька воды есть. По чуть-чуть мы это, знаешь, как бергеи, которые берут 1,033 на 20 человек. Все это разливают и дегустируют. Ладно, имперец. Бочки выдержаны из-под бурбона. Очень деревянная ароматика. Прям бочкой несет с перебором. Причем бурбоновые бочки это... Я-то, надеюсь, это вырежу. Короче, бурбоновые бочки, они по идее самые жесткие. Знаешь почему? Потому что бурбон... Ну, вот, типа, сделали бочку и обычно первая заливка, она самая жесткая. Ну, потому что больше всяких веществ бочки еще содержится в дереве. Танинов. Да, и туда заливается всегда первым основным бурбон. И потом уже что-то выдерживается после него. И бурбоновая бочка, наверное, самая жесткая. Сейчас на нее предъявят. Ну, мне ароматика не нравится, она слишком дубильная из бочки. Это прям на любителя. И кисловатый еще пахнет. Мне очень сладко еще пахнет. На вкус получше. Ну, сладковатый. Мне не нравится. Он из бочки. Ну, это на любителя, короче, вот такого вот бочкового пива. Как-то сладко слишком. Ну, да, и очень сладко. Я не хочу даже это пить. Вот 29 плотности. Не знаю, возможно, если пиво это оставить в бутылке и подержать годик, то оно будет лучше. Но я не люблю вот эту тему. Я не фанат эйджинга, чтобы у себя что-то держать. У меня вот реаниматор стоит. Но реаниматор стоит 2-3 недели. Я думаю, он скоро выпьется просто. Мы ждем момента, когда мы выпьем. Возможно, на следующих выходных. И лоботомия. Может, мы, кстати, снимем короткий видос про это. Мне не понравилось. Ну, чисто вкусовщина. Не в плане того, что пиво плохое. Не мое. Не мое, да. И не мое тоже. Оно норм. Но вот я такое не могу оценивать. Ну, не люблю оценивать, потому что у меня тут слишком мои вкусовые предпочтения уже сюда входят. Тут, так, объективную оценку не поставить. Чисто вот... Он кислит еще. Не мой стиль, не мой. Для фанатов бочковых стаутов, наверное, кто любит вкус бочки, мне понравится. Я не фанат, в целом, знаешь, бочки в... Ну, хотя, ладно, нет. Вот бочка мне где понравилась, когда я true color барливайн пил от лабиринта, что на фесте, что я банку потом пил. Мне понравилось там. А вот как-то стал-то, не знаю, я не сильно, видимо, мне не очень нравится, как бочка на темные стили ложится, ну, на имперце. Как-то вот, когда она ложится на тот же барлик, мне как-то это поинтересней. Ну, у меня тут самый главный минус, оно сладкое. Ну, ароматика такая, оно пахнет очень яблоком, кислотностью. Мне оно на запах вообще не нравится. Мне нравится то, что оно сладкое. Ну, сладкое оно больше на вкус. Ну, хотя, я честно, если бы я это оценивал, я бы поставил этому 7. Да, вот с моими пристрастиями, но может кому-то это понравится больше. Я воздержусь от оценки, потому что, ну, совсем не... Не, ну, я, кстати, если добавлять, я добавлю в хорошее пиво. Ну, в хорошее, да. Это добавлю я тоже в хорошее пиво. Это cold, cold call. Бельгиян я тоже в call добавлю. Это балдеж. Ну, кстати, пока два пива только были хуёвых у нас. И заключительная версия у нас сегодня томатка... Я просто думал, вдруг бутылки и лица закрывают, на камере выше стоит. Томатка Extra Hot Edition индийская. Ну, по полной. И залпом. Ладно. Я думаю, тут что-то карри должно пахнуть каким-то. У меня просто другого с индийскими специями не ассоциируется. Выглядит как пиво обычное. Не, ну, кстати, есть какая-то вот такая легкая карри, что ли. Не-не, чувствуется, что оно вот имбирь какой-то есть. Короче, немножко карри пахнет, но не насыщенно. Опять. Взять какую-нибудь зависимость карри, если она, вроде, до сих пор выпускается. Там будет карри прям... Вы будете наливать... О, бля, ебать, у меня комната карри. Ладно. А, ты уже глотнул? Угу. Очень кислая. Очень острая. Я специй почти не чувствую. Астрота нарастающая. Астрота нарастающая, да. У меня что-то жжет, бок языка к корню ведет. Астрота. Неба к корню языка. Ну, у меня тоже вот от... 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 от середины языка, от боковушек и корни. Не-не-не, у меня с неба вниз. А-а-а. А у меня тут почему-то... Ну, не, пока это не... Я когда экстраход пил, оно было будто острее. Оно острое, но не экстра. Оно острое, но... По вкусу очень пустое. Угу. Да и даже по ароматике нет. Я чувствую, пахнет карри, но... Слабо, мало. Мне кажется, сюда надо больше добавлять. Потому что астрота убивает все эти... Все этот... весь этот вкус. На глотке вот есть какая-то... Ну... Кислотность яркая. А специи не так много, чтобы они могли в этой яркой кислотности раскрыться. Кислотность практически убивается. Эти специи, нет, оно острое. Нормально, ладно. Оно экстраход. Если такую в банку всадить, утром вы захотите себя трахнуть холодной морковкой. Но... Я бы все равно поставил бы 6. Наравне вот с этими двумя пивасами. Потому что оно на вкус никакое. Не, не, какой 6? Оно никакое. Колды и пи я ставлю 2. Угу. Это она? Нет, это Бельгиян. Бельгиян 2. Ой, кол... Блин, я уже запутался. Колды по 2. Эм... Я это еще хочу попить. Ну, блин, очень острое. Ну, я поставлю 6, потому что оно пустое. Кроме остроты ничего в этом пиве нету. Ароматика вроде какая-то есть. Вообще ничего нету. Только острота. Нет. Шестерочка. Карри очень слабая даже в ароматике. Ну, блин, бахните специй побольше. Остроты, да, до хера. Но, блин, остроты бахнуть, ну, это не что-то сложное. Сложно сделать интересный вкус, чтобы это реально напоминало какую-то индийскую еду. Чтобы оно было и ярко-пряное, ну, яркий вкус специй был, и яркая острота. А тут вкус специй, он вообще скрывается за кислотностью. То есть ты пьешь, яркая кислотность, чуть-чуть идет специй, и все. Потом у тебя бухает острота, ты ничего не чувствуешь из-за этого. Оно вообще не сбалансированное. Да, экстраход. Это как можно мексиканское что-то острое сделать, там, тайское, вот, индийское. Но надо баланс вкуса, остроты делать, кислотность. А тут баланса нет. Баланс сил нарушен. Вы понимаете, ситхов должно быть всего двое. А тут, блядь, два ситха в виде кислотности и остроты отпиздили джедайские специи, и все нахуй. Какой там был приказ номер, когда всех убивали? Я не помню. Короче. Шестьдесят шесть. Ну, типа там. Приказ номер шестьдесят девять, короче. Шесть. Не помню, короче. Ну, в принципе, не очень. Как бы, дело чисто острое пиво без вкуса. Понимаешь, даже если взять, съесть какой-нибудь чили-перец. У него вкуса будет больше, и ты хотя бы остроту получишь со вкусом. А это, это какая-то безвкусная жижа с перцем. Вот тут банка типа. Экстра ход? Да. Острый, реально острый. Индийская версия? Нет. Нет. Ну, ее не чувствуешь. Вот русская, да, напоминает реально закатки помидор. Да. И то тоже не до конца доведенная все-таки. А вот это... Острая, бесполезно острая. Вода с остротой. С острым перцем. Да. Ну, не очень. Ну, я это отнесу к среднему пиву, не в кау. Типа Бельгиян Иппа. Да. И вот это будет в разряде среднего пива. Блин, у меня сорта куча слюней во рту производят. Короче, если говорить, сегодня рейтинг этого пива. Последнее место это Колд Иппа. Потом для меня бельгийская с конца идет. Потом как раз-таки томатка. 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 Дальше, наверное, Sex Hop, он просто был скучный. Да, скучный. Потом... Смузи. Да. Я смузи поставил. Потом Ромбаба. Ромбаба, наверное, да. Потом имперец. Потом томатка Russian Edition. И на первом месте Wild Dead, очень вкусный. Вот это хорошее пиво. Что это еще раз? Russian Edition томатка хорошая. Оно прикольное в плане того, что напоминает тебе вот закаточки. Да, да. Оно очень на это похоже. Если прям вот... Вот это вот, наверное, топ-4. Да. Ромбаба, имперец... Ну, имперец... Блядь. Мне аж на Якоту пробрало. Ромбаба, имперец, томатка, Russian Edition и Wild Dead, они хорошие. Это норм. Так, держи. Да, блядь. Мне на Якоту пробрало... Кстати, Якота, она там что-то как-то... Есть хуйня блуждающий нерв называется. Там надо высунуть язык и что-то то ли выдохнуть, то ли вдохнуть. Там, короче, давление типа с диафрагмы спадет и тебе станет легче. Фу. Короче, ладно, продолжим. Ну, как-то выглядит вот так. Это прям очень хорошее. Это хорошее. Так себе. Говно. 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 Ну, сказать, что сегодня нас Салданс разочаровал, я не скажу. Нет. Были обзоры намного хуже. В принципе, купили десять. Девять. Одиннадцать, на самом деле. Из них не очень всего два. Это довольно хороший результат. Да, на самом деле это хорошо. Ну, типа что-то вау не вызывало, все-таки американцы... Я бы, наверное, может даже американцы с X-HOP убрал бы. Ну, честно говоря, я бы сказал, что... Давай хотя бы вот так сюда. На самом деле довольно среднячковое. Да. Все с... Не... Вот это... Круто. Прям выделяется. Остальное, ну... Хорошо. Честно говоря, просто хороший средняк. Ну, а что? Что бы не быть вау? Я не знаю. Сложно найти... Не, ну, есть, понятно, топчиковый пивоварник, которые делают все прям вау. Хотя... Но своих денег оно стоит. Да, да. То есть она дешевая. То есть тут нет пива по пятьсот. То есть такая пивоварник, точно... С которой можно знакомиться, если не был знаком с крафтом. Плюс она более доступная, я думаю, и в регионы заезжает за счет своих объемов. Интересно вообще, какой у Салдунца сейчас объем месячный по тоннам, так сказать. Ладно, большое спасибо, народ, за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Заходите в телегу. Там еще у нас есть чат. Ссылки на все в описании. Еще группа ВК. Всем большое, Леха. А на сегодня все. До свидания. До новых встреч. Всем пока. Ну, Клим Саныч, честно говоря, потраченного времени не сказал бы, что жаль. Да, не жаль. Нормально. И пятикратно переваренный кал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok